Разогнать кровь по телу, чтобы заставить жить даже неподвижные конечности. И самому жить, а не существовать. Когда-то этими упражнениями Роман Шкабар привел себя в форму, а теперь с их помощью помогают другие. Роман Шкабар руководит спортклубом «Ахиллес Трэкт Клаб». Он расположен здесь, на первом этаже обыкновенной многоэтажки в московском спальном районе. И это одна из старейших в России организаций инвалидного спорта. Зимой дартс и бильярд, летом – уличные виды спорта. Так, через движение люди возвращаются к активной жизни. Когда-то, в последние годы Советского Союза, клуб был создан по примеру похожего клуба в Нью-Йорке. В 89-м году, конечно, когда, наверное, инвалиды не помышляли, что можно там заниматься физической культурой и спортом, тем более проходить в будущем марафонские дистанции, это 42 километра, наверное, никто бы не поверил, что инвалид это сможет сделать. Когда Шкабар получил травму, жизнь была устроена совсем по-другому. Инвалиды должны были как можно меньше попадаться на глаза всем остальным. Не прошло и десяти лет после скандала. Москва, столица Олимпиады-80, отказалась проводить паралимпийские игры, которые в итоге уехали в Нидерланды. В историю вошла фраза функционера из спорта. В СССР инвалидов нет. Но инвалиды были и выживали как могли. Люди не могли выйти из подъезда, потому что не были приспособлены ни здания, ни передвигаться спокойно по тротуарам. Да даже таких колясок не было, поэтому кто-то лежал в кровати, кто-то там, не знаю, на каких-то стульчиках передвигался. Первый советский клуб «Ахиллес» сразу объединил восемь человек в огромной восьмимиллионной Москве. Стало очевидно, необходимость спорта надо объяснять не чиновникам, а самим инвалидам. Дать людям веру в себя и убедить, что их жизнь ценна. И за ее качество стоит бороться. Несмотря на те средства коммуникации, которые в последние годы появились, все-таки кто-то, кто-то, когда приходит, он рекомендует, допустим, своему знакомому, который такой жизненной ситуации оказался. И вот после того, как он меня познакомит, даст телефон, я долго начинаю ему говорить, объяснять и все такое прочее. За три десятка лет многое изменилось. Московский клуб стал независимым, с нью-йоркским его теперь роднит только название. Похожие клубы теперь есть во многих районах столицы, чтобы каждый человек с инвалидностью мог рассчитывать на поддержку. Но русские и американские ахиллесы по-прежнему встречаются на нью-йоркском марафоне. По мегаполису прокладывается маршрут, который надо преодолеть всеми доступными способами. Роман Шкабар, проработав 10 лет в клубе, официально освоил новую профессию и стал дипломированным тренером по адаптивной физической культуре. Это призвание – больным помогать, здоровым объяснять. Старается вот это вот движение, да, на кончик. Один из учеников Романа Шкабара – Максим Федоров. Сейчас Максим готовится к соревнованиям по дартс. Его инвалидность позволяет ему играть, сидя на коляске, но спортсмен упорно желает играть стоя на ногах. Врожденный недуг отобрал у молодого крепкого мужчины все, что было ему дорого – работу и семью. У меня отрожденный вывихт за один вставов, ну, обои, две ноги. С детства как бы мало заметно было, как бы и вес был поменьше, и как кости крепче. То есть менее заметно было с возрастом, как бы там кости уже стачиваются, вес больше стал, возраст опять же тоже влияет. Стало сильно болеть. Жизнь Максима стала чередой реабилитационных процедур. Каждый шаг дается ему болью. Если нужно идти далеко и долго, он вынужден садиться на коляску. Я сажусь, но постараюсь в редких случаях, потому что стоит сесть, на ней хорошо, удобно, легко. Но потом просто назад уже тяжело. То есть когда привыкаешь к хорошему, а тут стараешься, думаю, до последнего буду ходить на ногах. Принять инвалидность нелегко. Люди стремятся вернуться в прежнее состояние и не выделяться. Роман Шкабар считает, что такой подход испортил жизнь многим. Вместо того, чтобы начать осваивать свое тело в предлагаемых обстоятельствах, тысячи пациентов потратили жизнь на ожидание чуда. Я сам по себе знаю, что первые два года после травмы я упирался в основном на реабилитацию. Реабилитация поставлена на то, чтобы человека подняться. Подняться, я говорю, хорошо поднимет. По улице, опять же, ты пройти 10 шагов сможешь, ну и что дальше? Ты не сможешь ни зайти, ни в автобус, никуда не пройти дальше. Нужно сказать ему правду, нужно подготовить, как говорится, его жилье, для того, чтобы он хотя бы вначале мог спокойно передвигаться в квартиру. Нужно подготовить подъезд, чтобы человек смог выйти. И так далее, и тому подобное. Признать, что новое состояние – это как минимум надолго. Учиться жить в нем. И не стесняться просить о помощи тех, кто прошел через то же самое. Примерно так работает реабилитация в Ахилесе. Для Максима Федорова большой проблемой оказалось признать инвалидность и принять себя как часть сообщества. Как получилось, я остался без работы, и судьба уцвела меня с людьми с инвалидностями. И жизнь стала насыщенной, интересной. Я всегда скрывал это и стараюсь не афишировать это. А тут все свои, все видят, и забываешь об этом. Это Константин Курохтин. Камень выпущен. Так более-менее. Самый титулованный ахилесовец – Константин Курохтин. Российский параллельпийц, керлингист, многократный чемпион в составе сборной страны. Он живет здесь же, в районе Отрадное. Как и многие люди с травмой спины, он все время чувствует боль. Для многих более чем достаточно, чтобы просто лечь на диван. Но для тех, кто по складу характера победитель, повод встать на борьбу с собой. Это большая работа самого клуба для тех, кто попал в такую ситуацию, стал инвалидом. Я считаю, это нормальное слово «инвалид». Оно короткое, емкое, все понятное. Поэтому, если кто-то там против этих понятий, хочет там как-то по-другому называться, ну подумайте, это нормальное, хорошее слово. Сегодня в этом крепком, улыбающемся человеке не узнать того, кто был склонен к депрессиям и иногда позволял себе выпить. Сейчас у него другие интересы. Статус игрока национальной сборной требует соблюдения режима. В легкой атлетике и на стомик теннисе опробовал, ну и так далее. Даже несмотря на то, что такой хлюпкий, в арбрестлинге участвовал, так как у нас Роман Шкабарон любитель этого вида спорта, ну как я сделал вывод, что ему нравится, и он прививал его нам. Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата объединяет 34 вида спорта, 25 из которых входят в программы Паралимпиад. На минувших Паралимпийских играх в Пхенчхане спортсмены из России завоевали 24 медали, оказавшись на втором месте в общем медальном зачете. Новус, он же морской бильярд. Как и дартс, изначально он получил распространение в барах и кафе. Вроде бы просто, забава для расслабляющихся людей. Но если относиться к нему как к спорту, возможно достижение, рост над собой, радость победы – все, за чем люди приходят в спорт. Любой вид, любая игра, подвижная, она способствует координации, как крепление мышечного основного. То есть для людей, очутившись в таком положении, у нас любое спортивное мероприятие, любая тренировка, которая по любому виду спорта полезна, я говорю, и крепляет мышечный корсет и какую-то координацию движений. До травмы Татьяна Рулева серьезно занималась греблей. В клубе она много лет играет в ботчу и дартс. Новус – для нее не основной вид спорта. Но выходить из зоны комфорта – важная часть работы спортсмена над собой. Ну, это если я еще попаду туда. Ну, это уже дело такое, конечно. Тренер об этом всегда напомнит. Главный принцип, как я понимаю. Толчок очень большой дала Паралимпиада. Вот Сочи 2014 год, когда мы, в общем-то, ребята наши молодцы, показали отличный результат. И не приходится людей уговаривать. Люди идут с большой охотой заниматься спортом. Не надо ничего. Просто нужно показать, какие есть виды спорта, рассказать, что может им подойти в их ситуациях. Привычка побеждать никуда не делась и стала только сильнее. Татьяна по-прежнему состоит в Ахилесе, но основные силы отдают общественной работе. Она председатель местного общества инвалидов. Добиваться, преодолевать, мотивировать. В спорте все как в жизни, где главное не останавливаться. Эти люди приходят сюда, эти люди общаются между собой. То есть для них важный момент еще общения. Не просто, допустим, добиться каких-то результатов, которые может гордиться страна, а добиться результата прежде всего для себя. И что он пришел, преодолел себя, пришел с такими же людьми, позанимался, оттренировался. Мы, да, смогли здесь посидеть. Потом после тренера попить чай, обсудить какие-то проблемы не только спортивные, бытовые и все такое прочее. И то, что в стране происходит, где-то там еще. Ну, просто пообщаться еще. Не все можно вылечить. Некоторые недуги приходится принимать как данности. Но в любом состоянии можно быть сильным. Мечтать. Ставить цели. Добиваться их. И жить. Субтитры подогнал «Симон»